Со дня релиза Genshin Impact прошло уже более полугода. За это время в игре было очень много интересных ивентов. Давайте попробуем вспомнить самые интересные из них. Большой всем тюленей привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Сегодняшнее видео посвящено полностью нашим воспоминаниям. Мы сегодня с вами пройдемся по всем обновлениям, по всем патчам в Genshin Impact. Вспомним самые значимые ивенты, вспомним те призы, те бонусы, которые мы могли получить за участие в этих ивентах. В общем, видео в основном направлено на тех игроков, которые в данный момент вот совсем недавно пришли в игру и не знают, что они потеряли. В общем, давайте, откидывайтесь на спинку кресла и приготовьтесь слушать. Начнем, пожалуй, с самого первого патча, с обновления 1.0. Самая основная плюшка, которая была добавлена в этом обновлении, это, конечно же, огромное количество халявы, которая сыпалась на всех игроков. Самое вкусное, конечно же, было это бонус за предрегустрацию. Во время действия обновления 1.0 все игроки, прошедшие сюжет до определенного уровня, получали в свое пользование 10 стандартных молитв. Вроде бы такая мелочевка, но все равно это было очень-очень приятно. Потому что именно на старте игры существовала такая механика, как реролл аккаунтов. Многие игроки специально докачивались до этого уровня для того, чтобы получить максимальное количество молитв и уже с этими молитвами пытались открыть себе интересующих их персонажей. Да, с тех пор у многих еще осталось очень много аккаунтов. Также, если вы успевали докачаться до 20 уровня приключений, вам выдавали халявную барбару. Сейчас в данный момент тоже существует халявная барбара, но она выдается немножечко по другому условию. И поэтому можно было забрать сразу две барбары, да? Одну за 20 уровень приключений, а вторую уже по новым условиям. Самым значимым ивентом обновления 1.0 было элементальное гарнило. Этот ивент был, честно говоря, провальным. Дело в том, что чтобы забрать добычу с этого ивента, всем игрокам приходилось тратить смолу. А как вы понимаете, игроки свою смолу тратить не особо сильно любят. Именно после этого ивента все остальные события не требовали смолы для дальнейшего участия в них. Ну, кроме одного из следующих, но это мы помним потом. Если говорить кратко, то обновление 1.0 было в основном направлено на то, что все игроки врывались в мир Тайвата, максимально пытались его исследовать и в принципе это было все. Ивентов было не так много, глобальных не было, поэтому оно прошло достаточно тихо, спокойно и все игроки закрыли карту на 100% каждую локацию. Далее нас ожидало обновление 1.1. Там мне больше всего заполнилось 2 ивента. Первый ивент это ивент с Фишель. Нам необходимо было исследовать таинственные метеоры. Эти метеориты были волшебные, они погружали в сон всех тех, кто к ним прикасался. Но что это были за метеориты мы уже узнали в следующем обновлении, потому что именно уснувшие люди, они видели заснеженную гору. А заснеженная гора появилась как раз таки в следующем обновлении. Сам ивент был поделен на несколько частей. В одной части нам нужно было пробегать по карте и зачищать маленькие метеоритики. В другой половине нам нужно было зачищать огромный метеорит от волн противников. И конечно, чтобы получить с него награду, нужно было потратить смолу. Во время действия этого ивента, кстати, мы там познакомились с еще одним предвестником Фатуи. По итогу всего ивента мы получали в свое пользование халявную фишель, что было тоже достаточно приятно, потому что, считай, выдали там Барбару, так как было изменение правил по ее выдаче, а также халявную фишель. Два персонажа за целое обновление. Неплохо, однако. А уже после ивента с фишель нас ожидал следующий ивент. Это была доставка. Боже ты мой, сколько пуканов сгорело во время действия этого ивента. Суть ивента достаточно простой. Мы приходили на кухню, получали там заказ, и нам нужно было доставить этот заказ до клиента. Суть в том, что во время действия этого заказа вы не могли совершать некоторые действия. К примеру, вы не могли спринтовать, вы не могли прыгать, вы не могли использовать планер, вы не могли получать элементальный урон, ну и всякое подобное. В общем, вы могли пользоваться только телепортом, а дальше уже на своих двоих надо было дойти. Для некоторых игроков этот челлендж был просто неимоверный, и проходить его было достаточно трудно. Но он был достаточно весел, и мне он понравился. А перед тем, как мы перейдем к следующему патчу, давай я тебе напомню то, что скоро лето. А это значит то, что придет пора задавать все свои работы в вузе, либо же в школе. А это значит, тебе придется потратить достаточно много времени на изучение материалов, а также на написание самой работы. Но! Что если я скажу то, что можно сделать замечательную работу и получить за нее отличную отметку, и при этом спокойненько можно продолжать играть в Genshin Impact? Для этого можно воспользоваться услугами компании Work5. За 15 лет работы Work5 стала крупнейшей компанией на этом рынке. У ее специалистов огромнейший опыт в написании курсовых, дипломов, рефератов и других разнообразных видов работ. Также они могут помогать и школьникам в написании эссе, контрольных и других материалов. У Work5 достаточно лояльные цены на их работу. Кстати, цену на заказ вы можете узнать благодаря онлайн-калькулятору на сайте, просто сделав свой заказ. Ну а чтобы сделать цену еще более приятной, ты можешь воспользоваться промокодом WAIT20. В этом случае ты получишь еще дополнительную 20% скидку лично от меня. Так что я надеюсь сессия пройдет у тебя очень-очень гладко. Work5. Учись на 5. Хорошо, давайте перейдем к обновлению 1.2. 1.2 было посвящено введению нового региона, Драконьего Хребта. И именно там мы знакомились с новым персонажем Альбедо. Да, именно первое событие, которое проходило, было как раз таки связано с тем, что мы узнавали небольшую историю Альбедо. А в конце мы сражались с достаточно интересным противником, импрунутым Крио Папоритником. Битва была достаточно интересной, с особенными механиками. К сожалению, халявного Альбедо в этом случае нам не выдавали. Но получить достаточно большое количество ресурсов, конечно же, можно было. Но это еще не все. В обновлении 1.2 было еще два интересных ивента. Следующим ивентом после Альбедо был ивент на поиск сокровищ. Во время этого ивента мы искали сокровища при помощи маленьких фей. И самое главное, в конце этого ивента мы получили на выбор одного из трех питомцев. Самого первого питомца. Эта фейка до сих пор летает рядом со мною. Это вот эта вот оранжевая какашечка. Ивент был очень простой, проходил все очень быстро. Но сам факт, что при помощи этого ивента мы получили вот этого питомца, это было очень приятно. Кстати, если ты еще не получил этого питомца и тебя просто не было в игре во время действия этого обновления, то не переживай. Разработчики обещали сделать так, что у тебя будет возможность получить эту фею немножечко попозже. Поэтому ликуем. Ну и последним ивентом события было сражение с гипостазисами. Да, сейчас мы с вами проходим подземелье, где выбираем усложняющие факторы и набираем очки. Вот первое подобное событие было как раз таки связано с гипостазисами. Там нам необходимо было сражаться с одним из трех гипостазисов, либо со всеми одновременно. Выбирая разнообразные уровни сложности. Так что именно первая попа боль с гипостазисами началась в обновлении 1.2. Следующее обновление 1.3. Основная идея этого обновления было проведение китайского нового года. Во время действия этого ивента нам выдавали большое количество примагемов, большое количество заданий, всякий лор, там у нас появился сяо. В общем, достаточно насыщенное обновление было. Самое главное то, что по итогу этого ивента нам выдали одного халявного персонажа, проживающего в Льюэ. Одного из шести. Это было очень такое щедрое действие. Все-таки разработчики стараются раз в несколько обновлений выдавать нам халявного четырехзвездочного персонажа. Но самое главное это, конечно, Тауэр Механикус. Это просто сногсшибательное событие, потому что оно было направлено на то, что в игре появлялся новый режим. Это был защитный башен, где мы просто бегали по карте, расставляли башенки и защищали портал от волн противников. Единственная проблема то, что в конечном счете Тауэр Механикус превратился в обычный гринд очков для покупки в магазине. Но самое начало, пока мы развивали башенки, пока разрабатывали стратегии, вот это было реально очень круто. Я все еще надеюсь, что разработчики сделают такую механику, когда старые ивенты можно будет где-то проходить. Понимаю то, что это дополнительная нагрузка, но все-таки Тауэр Механикус стирать не особо сильно хочется. Хотя, с другой стороны, дождаться следующего года, чтобы вновь его поиграть, было бы неплохо. Ну и совсем ближайшее обновление 1.4. В 1.4 самое главное был фестиваль цветения в Манштадте. Да, именно во время действия этого ивента нам выдали огромное количество маленьких призов. Нам дали волшебную лиру, при помощи которой мы теперь можем наигрывать мелодии. Нам дали волшебный летающий шарик, который мы можем полопать. Ну и халявное 4-звездочное оружие. Сами мини-игры, которые были во время этого ивента, были достаточно просты. Но самое главное, это был ивент Fall Guys, в котором можно было поучаствовать вместе с друзьями, побегать, повыполнять челленджи и поразвлекаться. Поэтому это было очень веселое событие, направленное на скооперативное взаимодействие. Ну а в конце обновления 1.4 мы сражались с океанидом. Не с простым океанидом, а с импрувнутым. У него были несколько новых видов атак, ну и само сражение было немножечко поинтереснее, чем обычное сражение с ним. Но самое главное, в конце этого ивента мы получили в свое распоряжение еще одного дополнительного питомца, это Эйдора, которая теперь тоже радует очень многих игроков. Но самое главное, то что именно в этом ивенте нам дали возможность либо же на выбор фармить океанида и получать за это большое количество ресурсов, либо же использовать материалы, которые нам давали за время прохождения этого ивента и проходить его несколько всего лишь раз. Это очень правильное развитие именно ивентовой деятельности в игре, потому что каждый игрок может выбрать, нужны ли ему эти ресурсы и он готов фармить ее за смолу, либо же он фармит их минимально за те ресурсы, которые выдаются во время действия ивента. Ну и сейчас у нас идет обновление 1.5. Уж что проходит в нем, и я тебе рассказывать не буду, потому что под каждый ивент я стараюсь выпустить отдельное видео на своем канале. Поэтому если ты вдруг еще не подписан на канал, то сделай Аркадию приятным. Подпишись на канал, напиши какой-нибудь комментарий, это помогает продвижение на ютубе. Ну а так, на сегодня день лирических воспоминаний можно считать открытым. Напиши в комментариях, с какого обновления именно ты начал играть в Genshin Impact. Или же возможно вообще, ты начал играть еще во времена ЗБТ. Лично я начал играть только на глобальном релизе игры. А на этом все. Большое спасибо тебе за просмотр, буду рад видеть тебя на следующем видео. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok